Доброе утро! Спланник, еда, одежда, подготовка серьезная. Едем на два дня. Мы берем только с собой из еды туалетную бумагу и берем гречку. Свернулись с основной дороги метра, может полтора. Очень красиво, кругом. Но это перебор. Это я буду сидеть и рулем в воде. Это вызов. Держи мое пиво. Ну и самая легкая прогулка, поход. Подогреть? Да! Сейчас пятница, а завтра у нас выезд. И как видите, отсутствует лебедка на своем месте. Мы выяснили, что она немного пострадала нашего последнего выезда. Я достаю из старых сопасов лебедку, которая когда-то стояла на этой машине, тогда еще когда я ее приобрел. И привезу сейчас и поставим. Когда ночь последней гайки, это самый многообещающий выезд. Доброе утро! Спланник, еда, одежда. В общем, подготовка серьезная. Едем на два дня. Надеюсь, на два дня. Вот наше чудо. Колеса, видите, да? Когда они нормально травятся, они прямо на дисках. Но не разработанная резина и, скажем так, не сломанные ребра жесткости. Это, кстати, мы кронштейн сделали для кадров. Вроде как самый удачный вариант здесь. Мы думали разместить камеру там. В общем, бегали с камеры, разное место смотрели, чего как. Но самое удачное место оказалось вот это. В общем-то, мы берем только с собой из еды туалетную бумагу и берем гречку. И я думаю, что мы справимся с любой непогодой. Там где-то 19 должен пройти с копейками. Что ж, поехали. Неожиданно почувствовали запах. Остановились и обнаружили, что вода у нас кипит. Расран радиатор. Я сам с собой. Заехали на эстакаду. У нас еще волнует вопрос генератора. Мне кажется, что он не заряжает. И радиатор, и генератор – это последствия единственной лужи, вернее, череды луж с прошлой катки, в котором я на третьем его проезде для того, чтобы ребята сняли эффективные кадры, начал плюхаться. И как только начал плюхаться, там была жижа конкретная. И эта жижа все это забила. Так что, жижу проезжайте тоже медленно. Чтобы... Ну, или промывайте все это дело. 13.42, там было 13.6 на левом. Заряд есть. Поехали на самомойку. Сейчас пробьем радиатор напором, и будет все нормально. Радиатор коробки. По-моему, правую часть, левую часть уже пробита. И тут мешает радиатор. Видите, как удобно. Гибкие шланги. Не то, что заводское было. Паша переделал их на гибкие шланги. Вот, отвалил. Повисло. Видите, как бетонная здесь. Глина. Сейчас пойдет жару. Свернулись с основной дороги. Сейчас надо будет такой вот участок грунтовый проехать. Надеюсь, за это время колеса разомнутся и захотят нормально плющиться. Иначе это будет, боюсь, невозможно передвигаться на них по болотам. Ну, углубились. Поехали километра, может, полтора. Очень красиво, кругом. Я думаю, тут через месяц вообще все будет взорвано ярким зеленым, сочными цветами. Тут просто можно приезжать и устраивать недельный оффроуд или двухнедельный. В общем, курорт такой. Есть неделя моды, а будет неделя оффроуда. Причем даже рельеф есть, правда, без глины. Песчаный. Можно наваливать. И очень все это эффективно снимать. Ветер будет разносить песок, который колеса поднимут. Будет очень суперски. Сейчас вот ищем съезд уже в болото, чтобы добраться. У нас цель – озеро. Доехали до предполагаемой точки старта. Дальше уже, в общем-то, то, зачем мы приехали. Получается, вот речка и вот следы. Все сходится. Нам отрубиться, получается, по этим следам вдоль речки. На карте покажу дополнительно. И как-то, может, сегодня и приедем. Мне кажется, что они уже здесь прям заканчиваются. Я думаю, что да. Они просто сунулись. Немного раскатали колесо. Пятно контакта лучше. Сейчас там давление где-то 0,3. И получается, что... Видите, как... Справа плюха. И слева такая же плюха. Вот если диск был бы шириной не 10, а 12, такая равномерная плюха была бы все время. Не только сейчас, когда колесо новое и еще жесткое, чтобы держать эту форму, а когда его совсем расплюшит, и тем более мы начнем его резать. В общем, показываю. Речка, вдоль которой мы планируем ехать. Собственно, вот так. Ну, либо так, либо объедем. Ну, постоянно вдоль... Получается, это речь, где... Ну, есть деревья, да, чтобы не вылезать. Вот такие дыры открыты вот сюда, чтобы не вылезать. Постоянно будем вот так вот огибать и выйдем к озеру. Ну, километров с егзагами где-то 3 километра. Но, сами понимаете, непонятно скорость передвижения и что нас там ждет. Да, с результатом. Как тачки поставь? Ну, это перебор. Это я буду сидеть и рулем в воде будет. Я не знаю. Там же это болото. Я не знаю, как бы поедешь ты поверху. Я-то острые палки протыкаю. Еще непонятно. Здесь нормально вроде. А, ну да. Ну да, я понял. Я понял. Я понял. Ну, дно есть, это хорошо. Это плюс. На уровне руля. На уровне... Здесь не поедешь. Но на уровне руля. Не поедешь? Ничего. Это вызов? Кого нас по слову? Держи мое пиво, сейчас поеду. Ну, что можно сказать? Можно сказать, что мы начинаем. Да. Начинаем. Еще хотелось бы закончить. Держи мое пиво, сейчас поеду. Не надо меня пугать. Ха-ха-ха-ха. Индикатор работает. Теперь мы уже припят. Сейчас залебедим, поедем дальше. Паша говорит, там дальше мягче. Смотрим. Ковер, как бы он ни казался прочим, но вообще не это. Господи! Ну что-то тут рубилось. Квадрик, похоже. По-моему, болотоход. Непонятно, а вот у нас колеса резиновые дубовые сейчас или вообще тут ничего не будем? Не с колеса дело. Не, то, что глубоко, это понятно, но, блин, ну вот это вроде стоишь на нем. Вроде стоишь. Вроде все хорошо и вроде мы такое ехали или не ехали, я уже не знаю. Но мы наконец-то нашли оффроуд. Слушай, ну давай попробуем чуть-чуть еще, потому что там, насколько я помню, либо вот лес, 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 либо открытая, я не знаю, это лучше или хуже. Да, открытая. Надо такую палку, ковырялку, ну такого диаметра с таким заострением, чтобы ты там рукой подходишь. Да. Если ты прожимаешь рукой, значит ты не едешь. Да. Если она упирается, не прожает, значит ты едешь. Надо просто пятно контакта такое подобрать, эмпирическим путем. Да, да. Как этот с Марса, Серега, ходит с ломиком, тыкает. А, да? Да. Круто. Мне под грузовики подходит лом, он его втыкает, а если он ушел, значит они не поедут. Все, и не надо рубиться. Удобно. Просто сразу понятно будет, поедешь или не поедешь. Ну и самая легкая прогулка по ходу. Итак, что вы сейчас все смотрите домиками. Вот такие мы и оставляем следы. Едется, ну не едется, нельзя назвать, что мы едем. Едем на лебедке только. Очень похоже на историю с оффроудом на 36 часов. То есть какие-то участки, где вообще ничего не едет. Здесь сейчас ты уперся, просто вот задним мостом в выборочные. Решили выбраться там, где меньше деревьев. Надежда, что будет не так жиденько. Посмотрим, была ли стратегия верной. По крайней мере, пока первые метров 20 мы едем лучше. Давай, начинай отлевать. Налево? Да, вот так же, главное. О, ё-моё. Отлёкся на 2 секунды, потерял контакт с машиной, провернулись колеса вот отсюда. Задним ходом удалось оттуда выехать, но дальше уже она не едет. В общем, нельзя терять концентрацию. Вот, сейчас сзади попробуем лебедить, выехать и сменить направление. Буду и более внимательным, просто одновременно снимать и рулить в данной ситуации сложнее оказалось. Вот. 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 решили поехать по квадро следам не едется по тому направлению куда мы хотели изначально я не уверен что и тут поедем грузак уголок не знаю видно или нет показывает что перегрелось масло в коробке а все потому что мы едем на тяг очень прям на тяг но основная причина это то что радиатор который у нас стоит временно у него отсутствует канал для подключения охлаждения масла и получается у нас охлаждается только за счет дополнительного радиатора который стоит вот здесь и этого конечно достаточно когда ты стоишь он не обдувается и в общем-то это все понятно соответственно мы с отсутствием с отсутствующим охлаждением коробки не можем такую чачу рубиться дальше это я почувствовал и на педали газа когда уже обороты были 1600 и машина не хотела проворачивать колеса как будто у нас нету конвертера момента гидротрансформатора вот так что сейчас масло остынет и мы сдадим обратно и боюсь нам этот маршрут не покориться сегодня без возможности охлаждать масло даже если бы это все было исправно достаточно сложно оказался рельеф сложный оказался может быть через пару месяцев или месяц когда испарится верхний слой чачи этой и ковра будет больше как бы сухой верхней части может быть тогда это для нас реально будет ехать также я думаю мы на поступок к этому участку тоже масло могли подогреть до возможно сбрызнула а еще может сыграть и загореться коробка фарит коробка то конечно так сейчас нагрелся датчик как говорят на 150 срабатывает 150 до когда масло уже все тоже надо ставить по ходу ну пока озометр который не на 150 срабатывает просто показывает хотя бы понимание что он нагревать нагревается оказались мы не готовы там места есть влезет кто где ну в целом витилятор стяжки есть сейчас на цепи вентилятор в дополнительного охлаждения на радиатор коробки дополнительное охлаждение нам не нужно потому что промыли радиатор выбраться из болота нужно чтобы не спалить коробку надо как-то ее сберечь и можем этот радиатор который есть это масло поступает коробки его продуть за счет этого вентилятора если у вас есть вопрос какой дверь лучше откидной распашной то вот он не знаю очень жирный плюс видно открытой двери пожалуйста рабочее пространство у вас там под ногами все что угодно рабочий стол целый обрываемые тонкие стежки вот они поднимались короче нет уже загребом затем за первым там вообще будет ближе не там и его даже и вообще тормчить там ковер но места не есть потом у нас а время нас коробка остановила на этом приходишь тоже между сосен лавировать и все это по уму бы так если программа труда попериться опять сейчас отцепим назад и вырулим захватить просто нажимаешь и все а а а а а и а Правая руля дай. Сейчас операция развернуть машину, чтобы выехать из этой заболоченной местности. Местные говорят, рубитесь на озеро рядом, там вам можно, проедете. Там уже далеко очень, очень близко, очень близко мотать долго. Задний мост. Защита. Да, вообще просто мостом несет все. Просто уже и не сидит и не едет. Потому что вот, вот это вот. Да, да. Плывет островком. Здесь блок завлебедим. Что-то не хочет. Тяжело очень. Через блок. Ты не приподнимаешься в салоне? Я что думал, может его назад? Назад это все выйдет. А потом вперед. Заваливает. Красота-то какая. Не ехали по ковру, вот он здесь есть. А вот здесь вот его уже нету. Весь ковер у нас сейчас под машиной. Не знаю, сколько мы тут метров проехали. Я на карте гляну, но я не думаю, что тут больше 500 метров туда и сейчас возвращаемся обратно и возвращаться обратно стольше, потому что скопаны по своей колее. В общем, весело очень, очень-очень весело. Не знаю, плохой звук был. Да. Еще надо, да, сейчас съедешь окончательно машину сзади. Подтянули, она сошла с коряги, сейчас за лебедин вперед и я предварительно корягу лебедкой вытащу и, может быть, закинем еще туда сантреки, чтобы она в поверх поехала. зашивать надо машину снизу, тогда не было такого веселья. так, корягу вытащили. теперь попробуем сменить траекторию движения. покидаем поле битвы, кажется. Но это ненадолго. Ага, все. Все-все. Не спеши, дорогой. Склошной лебедка-профиль. Практически, можно сказать, не передвигались самим ходом. Такого у меня еще не было на практике. Продолжение следует. финальный бросок к финишу, ну как к финишу, вернее к выезду, а дальше мы будем думать куда поедем здесь нам рубиться бесполезно шнурки льва пасмарс да очень удобно все все руку ногу убери ой куда ты поехал, руль налево отлично аппетита знаешь что мы сейчас сделаем? это и короче джиперы какие-то тоже сюда приезжают, значит такие до сюда доезжают так ну что можно порубиться, бульк туда и все я думаю кто так же начинал причем бездарния лебедка наверное очень весело было, если у них не было там 10 метров было туда и все сейчас метров ну сколько, 500 наверное да? наверное да, 500 куда, 500 обратно сколько сейчас времени? 6.20 3 часа? да, километр 3 часа нормально неплохая скорость? неплохая скорость, в прошлый раз сколько было? 6 часов 500 метров 6 часов так, выехали обратно к дороге мы хотим сейчас поехать к другому озеру куда можно но генератор свалил от нас вот придется сейчас снимать и скорее всего щетки смотрите чистить и ставить обратно а мне есть генератор запасной дома тут лак должен быть? я так понимаю или нет? ну давай вот это раскрутим с ними почистим и наденем обратно как я уже сказал генератор у меня есть дома и щетки у меня есть тоже дома я дома забыл из серии я учил, но забыл помнишь тема была, что ребята берите с собой стартер и генератор я всем рассказывал громче всех оралов да, громче всех оралов да но так бывает, когда повозился с глиней короче тут смысл в чем вот щетки стояли сейчас поставлю щетки стояли вот так а у нее ну размера уже не хватает что-то нормально прижаться выбрали ну одну ухо подломили вторую прокусили чтобы ее вот так вот сюда можно было прижать и у нас еще в запасе остается где-то пять миллиметров щетки можно еще на ладогу сгонять конечно конечно сейчас уже, кстати, по-моему по-моему готово есть заряд сейчас я дам 11,2 там ничего не происходит нет, но она скорее есть чем нет ну да, у нас ничего не горит в смысле лучше не стало стало лучше она появилась не, я имею ввиду я имею ввиду с тем, что мы сюда приехали да ну да собственно, одна дорога и была трактора трактора то главное, чтобы мы незаметно до себя не заплыли водер в какой-то момент отдать концы изъедет мужики сюда на тракторе не сунулись наверное сейчас а ты тут даже без блоки едешь какие блоки о чем речь у нас новый протектор да а на выйезде хорошо которую Уху, охуу, охуу Сацеп? Сацеп лютый, да? до конца земли по моему тут походу торф я считаю тут просто может быть неожиданно очень хорошо первая часть нашей миссии выполнена добрались до озера правда не той которую мы начали хотели но по моему на той добраться на этой технике нереально особенно если верить ребятам на болотоходе то дальше было еще хуже заночуем здесь вряд ли камера показывает сейчас но у меня над головой звезды луна и вода на фоне всего этого добра думаю на этом спокойной ночи всем до завтра все пошло да да Но я бережливый, в гараже собрал все нужное и даже не сегодня достали И вполне себе, если сегодня возвращается к ним Сейчас тут будем налаживать головну, кухню Как-то так Все? Спокойной ночи, можно и поездить Да, до второго пора уже спать Все, пока